МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внешний Солин С7 это карбоновый кокон длиной 4,7 метра от бампера до хвостовой панели и чуть больше метра высотой. За рулем водитель находится практически в горизонтальном положении. В этой машине примечательно то, что водитель полностью вытягивает ноги. В обычной машине вы сидите вот так, держась за баранку, а здесь посадка, как у гоночной машины. Уникальное ощущение. Встроенная красавица Солин получила свое имя от создателя Стива Солина, бывшего автогонщика из Калифорнии. Свою карьеру автомобильного конструктора он начал в 1983 году с линейки модернизированных Фордов Мустанг. С7 его первая оригинальная работа и первый настоящий суперкар. Такая машина, как Солин С7, это редкий продукт. Строить с нуля автомобиль вообще дело непростое. А уж если вы хотите создать нечто с бешеным количеством лошадей, скоростью свыше 300 км в час и уникальными характеристиками, то любые конструктивные решения, вес, аэродинамика, абсолютно все будет иметь значение. С7 была крепким орешком. Но, несмотря на все трудности, Солину удалось решить все проблемы и выпустить машину в 2000 году. Как и все лучшие гоночные автомобили, Солин С7 демонстрирует суперлегкость и супермощь, имея 7-литровый 8-цилиндровый двигатель, расположенный прямо над колесами. В мире суперкаров вес – ваш главный враг. Вы можете иметь сколько угодно лошадиных сил, но если у машины слишком большой вес, вся мощь пропадает. Что касается Солин, то ее легкость уникальна. Она весит не больше тонны. Это просто ракета. Солин С7 – машина с центральным расположением двигателя, с тщательно распределенной нагрузкой, очень легкая. Словом, это настоящий гоночный автомобиль. Машину приводит в движение 7-литровый двигатель из алюминия, модернизированный вариант классического «Мустанга» 50-летней давности. У Солин С7 довольно интересный двигатель, использовавшийся еще в 60-х. Такие 7-литровые фордовские движки были у гонщиков Носкар. Таким образом, Солин создал «Смолблок», облегченную версию двигателя «Форд» из алюминия. Фактически это «Смолблок», но у него мощность полноразмерного двигателя. Сочетание малого веса и супермощи двигателя дает Солин С7 возможность бить рекорды скорости на трассе. Максимальная номинальная скорость Солин С7 – 330 км в час. Но кое-кто ухитрился выжать из нее все 350. Она разгоняется с нуля до 100 км в час всего за 3,5 секунды. И все это у обычного дорожного автомобиля. Солин признали самым быстрым стриткаром 2000 года. Однако подобные характеристики создают немало проблем для управления воздушным потоком снаружи и внутри автомобиля. У Солин каждая линия корпуса играет определенную роль. Это позволяет сделать машину устойчивой на дороге и легкоуправляемой. Одна из особенностей этой машины – грамотное распределение воздуха. Она не заглатывает его большим потоком, а получает небольшими порциями тут и там. Сзади имеются двойные спойлеры. Таким образом, поступающий воздух равномерно распределяется по всей поверхности. Однако С7 отличается не только аэродинамикой. Это небольшая изящная машина, но в ней достаточно места для удобств, которые вы хотели бы иметь, заплатив целое состояние за 4 колеса. Несмотря на свою длину, Солин С7 остается стрит-каром, представляя владельцу массу различных удобств. У нее есть стеклоподъемники, кондиционер, обогреватель. Есть также DVD-плеер со складным плоским экраном. На него выводятся изображения с видеокамеры, заменяющие зеркало заднего вида. Словом, есть все, что нужно для комфортного передвижения на такой скорости. Одной из составляющих концепции этой машины была ее пригодность для обычного уличного движения. Это был определенный компромисс, на который пошли конструкторы, чтобы оправдать все эти удобства внутри. А для истинных любителей скорости и роскоши, обладание Солин вылится в кругленькую сумму со многими нулями. Очень многими. Солин С7 была представлена в 2000 году. Ее травоначальная цена была 695 тысяч долларов. Однако первые экземпляры ушли с аукциона уже за миллион. Солин С7. Бешеная езда за бешеные деньги. Полностью американский эксклюзив.